Всем добрый день! Сегодня очень коротенькое видео, так сказать, кратенький анонс. Долгое время, глядя на вот такие ножи и вот такие к ним чехлы, меня эта ситуация крайне удручала. С одной стороны, ты вроде пытаешься таким образом максимально удешевить конечный продукт, чтобы сделать максимально демократичную цену. С другой стороны, вот это вот не очень эстетично выглядит, не очень-то практично, но и, откровенно говоря, выглядит несколько убого. У китайцев, конечно же, можно заказать такой нож сразу с ножнами из Кайдекса, что автоматически сделает его дороже. Половинить, третинить заказ, чтобы часть ножа шла в таком исполнении, часть в таком, это тоже головняк. Очень сложно это соотношение вычислить, плюс дополнительные артикулы и прочие головные боли. Я очень долго ходил с этой мыслью в голове и в конечном счете пришел к тому решению, что вот такие чехлы мы будем предлагать опционально. Если вас устраивает вот так, нет вопросов. Если вам нравится вот так или в черном цвете, то это все решаемо и доступно. Какие-то варианты чехлу уже есть на сайте и доступны к заказу. Конечно же, там не все возможные варианты, как самих чехлов к ножам, так и их комплектации. Если подходить к вопросу кастомизации, то здесь огромнейшее поле для фантазии и вариативности. Начиная с того, что сам Кайдекс может быть просто самый бюджетный черный, полтора миллиметра, он же в толщине 2 миллиметра, он же цветной. Как вот этот оранжевый, так и совершенно разных расцветок с единственной оговоркой, что они не дешевые и какие-то позиции надо будет очень долго ждать. Либо холстекс, который, как и Кайдекс, есть тоже разноцветный. И, собственно, заканчивая тем, что подвес или его отсутствие, фурнитуру тоже можно будет оговорить индивидуально. Самый простой вариант это шнуровка через отверстия из паракорда. В образовавшиеся петли потом можно продеть ремень, либо закрепить его таким образом еще где-то. Может быть вот такой бюджетный теклок, может быть по вашему желанию оригинальный, можно сделать вот такой подвесик при помощи прорезиненной стропы ременных винтов, можно согнуть такие же петли из Кайдекса. В общем, вариантов масса достаточно включить лишь фантазию. То, что касается фурнитуры. Чехол из полторушки я могу собрать на вот таком бюджетном люверсе. Он стоит недорого и не вносит в стоимость чехла какую-то существенную составляющую себестоимости. Львиная доля это сам материал и, конечно же, работа, которая почти на 100% вручная. Кайдекс в толщине 2 мм, в том числе и цветной и холстекс, на такой люверс уже собрать проблемно. Это чисто лотерея и головняк. Потому что Кайдекс приехать может как 1,85, допустим, как вот этот оранжевый, и в него люверс еще становится, так и 2,15, как мне последний раз приезжал черный. И в него дешевый люверс уже не ставится ни под каким соусом. Банально не хватает высоты. Тогда приходится ставить вот такой люверс. Это чистокровный американец, специально разработанный для работы с Кайдексом. И цена такого люверса уже 5 гривен за штучку, что довольно серьезно влияет на конечную стоимость изделия. Хотя, конечно, чисто по визуальному ряду этот люверс, конечно же, крепко выигрывает у вот такого бюджетного. Так что варианты могут быть самые разные от и до. Самый простенький вариант, например, вот таких ножен без подвеса стоит на сайте 250 гривен. Вот такой чехольчик на керамбит выйдет в 150 гривен. Сам Теклок добавляет к стоимости любого чехла 90 гривен. Какие-то индивидуальные варианты надо просчитывать как по материалу, по сложности работы, так и по варианту подвеса, озвучить сходу, сколько что будет стоить, сложновато. Кроме возможности одеть в Кайдекс какие-то наши стандартные позиции ножей, я могу сделать такие чехлы и для ножей, находящихся у вас в пользовании. В общем, если будет такое желание, можно будет заказать либо через сайт, либо лично, написав мне в почту адрес, который будет подведен. Письмо желательно приложить фото ножа, на который вы хотели бы сделать ножны. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто посмотрел. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok